Сальвета и Мики, вы на канале Учитающая Катарина, и мы с вами давно не виделись. К сожалению, работа меня совершенно поглотила, но я сегодня выхожу на связь, потому что мне в руки попала книга, которая очень сильно меня вдохновила, и мне очень сильно хочется поделиться этими эмоциями. Я понимаю, что целевая аудитория у этой книги гораздо уже, чем вся моя аудитория на канале, но, может быть, кому-то будет так же интересно, как и мне. Мне сегодня очень сильно хочется поговорить с вами про книгу «Выходные данные. Женщина о работе в книжной индустрии». Нельзя называть ее именно книгой, это скорее Зин. Под Зином мы обычно понимаем малотиражное любительское издание, и в данном случае не уверена, что можно называть его прям любительским, потому что книгу делали женщины, которые так или иначе работают в книжной индустрии. Но обо всем по порядку. Это Зин, идея которого родилась у группы подруг в не самый, я так понимаю, светлый период их жизни, когда у них было много сомнений в связи с работой, с тем, что нужно, возможно, эту работу менять, уходить из издательства, где они работали. Идея, которая легла в основу этого Зина, заключалась в том, чтобы дать возможность высказаться, поделиться какими-то своими впечатлениями, своим опытом женщинам, которые так или иначе работают в книжной индустрии. На обложке совершенно прекрасно сделано. Здесь есть ряд словарных статей с феминитивами, которые описывают разные функции и задачи, которые люди выполняют в книгоиздательском процессе, начиная от редактора и заканчивая, может быть, авторку нужно было поместить наверх, но в любом случае от момента, когда текст только-только создается, до момента, когда книга покупается читателем или читательницей в книжном магазине. Если вы захотите больше узнать про девушек, которые занимались сбором текстов и кто делал, собственно, эту маленькую книжечку, то я вас отошлю к их телеграм-каналу. И сейчас я объясню, почему я так делаю. Дело в том, что 30 текстов, которые собраны в этом Зине, анонимны. Либо полностью, либо только с указанием псевдонима человека, который написал этот текст. И я потом скажу, какие есть преимущества этого подхода. Тут нужно понимать, что люди, которые работают в издательствах, не то чтобы могут какую-то внутреннюю кухню разглашать направо и налево. Поэтому некоторые люди, рассказывая об отдельных фактах своей профессиональной жизни, могут находиться в зоне риска. Поэтому детали в текстах обезличены, и сами тексты выходят не под именем и фамилией человека, который его написал. То есть это вопрос профессиональной безопасности и не нарушения регламентов о неразглашении внутренней информации частных компаний. При этом составительница Зины совершенно не анонимная, и они есть в выходных данных книги, собственно. Вот они здесь. Но я просто вас отсылаю к их телеграм-каналу. После того, как идея зародилась, открытого опенкола как такового не было. И тексты собирались просто по подругам или по другам подруг. То есть через рукопожатие, а не с открытым кличем вообще на всю книжную индустрию. Как было сказано вчера на презентации, планируется летом открыть уже открытый опенкол, чтобы все желающие могли подать текст для следующего сборника, или, я подозреваю, даже сборников. Поговорим еще немного более подробно о концепции. Женщины составляют значительную долю людей, которые заняты в производстве книг. На самом деле это объективная реальность. В некоторых отраслях, например, в библиотечной отрасли, мужчин вообще задействовано катастрофически мало, и это преимущественно женщины. Вообще, если мы говорим о распределении гендера в структуре занятости, то не только в книжной индустрии такая ситуация, что на низших и средних позициях преимущественно находятся женщины, а вот высокие позиции, там, высший менеджмент и так далее, это преимущественно мужчины. Даже если мы говорим про книжное дело, то у нас министр просвещения мужчина, у нас глава Минцифры, потому что книжное дело как бы относится к ведению Минцифры, тоже мужчина и так далее, и так далее. Безусловно, у нас есть множество издательств, где главред или директор это женщина, но это никогда не крупнейшие издательства, это скорее независимые или среднего такого размера, например, вспоминает сразу Фантом. Женщины есть, но они как будто бы не на самых высоких позициях. Кроме того, операционные процессы внутри издательских офисов зачастую тоже поддерживаются женщинами. Это HR-отдел, это бухгалтерия, это зачастую СММ, это множество должностей, которые никогда не находят отражения в, собственно, выходных данных. Здесь прекрасно, что девушки написали даже имя своей соратницы, которая занимается распространением книги, то есть контактирует с книжными магазинами, которые хотят, чтобы выходные данные были у них на полках, и которая, собственно, отправляет им все эти посылки, то есть занимается логистикой. Женщин в индустрии действительно очень много, и мы можем говорить, что в значительной части она, индустрия, продолжает двигаться вперед именно благодаря усилиям многих женщин. Этот сборник призван дать голоса тем женщинам, которых либо не слышно, либо чьи голоса очень долгое время считались не очень важными. В каком-то смысле сборник можно назвать маргинальным, то есть это какие-то голоса немножко то ли с периферии, то ли откуда-то немножко снизу. Здесь нет текстов от владелец издательств или владелец книжных магазинов, например. Это в основном молодые женщины, которые или иначе уже какое-то количество времени задействованы на разных этапах издательского и книго-распространительского дела, и у которых либо все получилось, либо все получилось не сразу, либо до сих пор как-то все не складывается и не получается. Опыт каждого человека, опыт каждой женщины ценен, и этот сборник призван дать возможность поделиться этим опытом. Это имеет терапевтический эффект не только в каждом частном индивидуальном случае, потому что я уверена, что для каждой женщины, которая написала текст для этого сборника, возможность поделиться своим опытом, поделиться своими эмоциями, поделиться, опять же, чувством сестринства, которое у нее было в окружении своих коллег, было очень важно. С одной стороны, вообще вербализация нашего опыта и наших эмоций — это ценная штука, которая помогает нам рефлексировать и понимать, что вообще мы такое, что с нами происходит, чего мы хотим, куда мы хотим двигаться. С другой стороны, это ощущение, что они поучаствовали в чем-то большом, чем-то важном, вот в таком вот первом в своем родине, боюсь этого слова, Зине. С другой стороны, такой открытый разговор, такой открытый рассказ об опыте очень важен вообще для всего книжного сообщества, вообще для всей книжной индустрии. Потому что книжная индустрия, вот слово индустрия, оно создает ассоциацию с чем-то промышленным, но на самом деле индустрия — это люди, которые делают книжки. У нас машин, на самом деле, довольно мало, это в основном ноутбуки или компьютеры, на которых работают редактора, и это, собственно, типографские машины, на которых книги производятся. Все остальное — это люди, это коммуникации, это общение и, конечно же, это взаимодействие людей с текстами. И все это множество людей постоянно испытывает какие-то эмоции, проходит через разные ситуации, и, как мы видим из сборника, эти ситуации зачастую повторяются. Мы все, может быть, не я конкретно, но многие люди, которые работают в индустрии, они сталкиваются с одними и теми же ситуациями. Про это я тоже чуть-чуть попозже скажу. Таким образом, не только важно для каждого автора было поделиться своими впечатлениями, но и для всей индустрии, для всех людей, которые составляют индустрию, было важно увидеть вот эти различные опыты. И прекрасно то, что мы находим здесь как какие-то общие черты, которые характерны для всех людей, которые оказываются внутри книжной индустрии, так и какие-то индивидуальные черты, которые характерны либо для каждого автора, либо для его специфического пути, к которому он пришел в индустрию, или его траектории, по которой он двигается внутри индустрии. Возможно, вообще не для всех опыт, описанный в текстах Зина, окажется близким и даже понятным. Понятное дело, что мы все имеем собственный жизненный путь, и с какими-то вещами на этом пути мы встречаемся, с теми, с которыми встречаются другие люди, а с теми вещами нет. Мне кажется, важно зафиксировать, что даже если мы в собственной жизни не проходили через ситуации, которые описываются, например, участницами этого сборника, не означает, что такого вообще не бывает. Это ни в коем случае не означает, что необходимо обесценивать чувства и тот опыт, через который девушки, женщины прошли. Мне кажется, что здесь очень важно сохранять чуткость и позволять быть множественным голосам, даже если они не описывают что-то, что происходило с нами самими. Кроме того, Зин прекрасно встраивается в ряд с двумя другими текстами. Во-первых, это девочки институции Дарьи Всеренко, которые признаны инагентом, вынуждены это сказать. В этой книге Даша пытается осмыслить особое пространство и особый способ существования человека внутри преимущественно бюджетных культурных институций. И как бы человек, который попадает внутрь этой системы, он оказывается в каком-то особом пространстве, где все подчиняется каким-то очень особым правилам, не похожим на то, по каким правилам еще живет весь остальной мир. Не могу сказать, что я полностью прониклась девочками институциями, но это действительно очень важный текст, который как-то схватывает суть бюджетных организаций культуры в России. Это очень важный текст именно для понимания нашей реальности и для понимания, наверное, миллениалов и того, как они воспринимают места, в которых им приходится работать. С другой стороны, второй текст, уже не чисто российский, это блюдовая работа Дэвида Гребера. Это потрясающее исследование, посвященное тому, как много бессмысленной, на самом деле, бредовой работы людям приходится делать. В частности, Гребер пишет о роли женщин в вообще трудовом процессе, вот, и про неравенство, которое возникает, что боссы мужчины и женщины их обслуживают, выполняя, по сути, те задачи, которые должны делать эти самые боссы. В любом случае, к этим двум книгам и к оптике, которую предлагают Даша, соответственно, и Дэвид, вписываются выходные данные. И эти ситуации совершенно не случайны, потому что, в частности, по крайней мере, два автора, две писательницы, которые делали тексты для этой книжки, вспоминают Дашу Сиренко. И видно, что, как бы, та оптика, которая была предложена в девочках и институциях, оказывается очень плодотворной. И с ее помощью мы можем действительно по-новому осмыслять нашу работу, как вообще вся эта рабочая трудовая жизнь проходит. В сборнике очень много сквозных тем. Одна из этих тем — это то, что приходится за очень маленькую зарплату выполнять огромный объем работы. И когда ты даже просишь, чтобы тебе увеличили зарплату, это либо невозможно, потому что, например, книжный магазин вообще работает в минус, и денег в принципе нет. Либо по какой-то причине издатель, твой директор отказывается поднимать тебе зарплату. То есть это вопрос адекватной оплаты труда. И очень любопытно, что именно в книжном мире вопрос оплаты труда, с одной стороны, очень остро стоит, а с другой стороны, сами участницы процесса зачастую откладывают рассмотрение вопроса о повышении зарплаты, например, просто потому, что они очень сильно любят книги. Здесь немножко скользкий момент, да? Мы все немножко романтизируем книги, вообще книжную эстетику, производство книг и так далее. Очень многие тексты здесь начинаются с разговоров о том, как та или иная женщина в детстве любила читать, и как она мечтала делать книжки или стать издательницей. Здравствуйте, это я буквально. То есть во мне это находило моментальный отклик. И эта романтизация, она с одной стороны возникает в нас самих по мере взросления, когда мы прикасаемся к книгам, и это все наделяется нами самими какими-то волшебными, я не знаю, атрибутами. С другой стороны, это то, что очень часто воспроизводится уже на рабочем месте. Ты работаешь не ради того, чтобы заработать деньги, а ты работаешь для того, чтобы прикоснуться к вечному или создать что-то вечное, внести вклад вот в это самое вечное, да, сделать что-то великое. В сфере книжного блогинга это тоже довольно актуальная история, когда некоторые зрители удивляются, что блогер хочет кушать и получать какую-то денежку за то, что он тут снимает видосы и вещает, и развлекает, или образовывает, и так далее. В то время как, ну, как бы, блогер должен просто быть рад рассказывать про вечное, про великое, должен быть благодарен за то, что у него есть такая возможность. Вот, а денежка на самом деле неважная. Но нет, это не так, потому что каждому хочется кушать и каждому хочется достойной оплаты своего труда, особенно если труда много, особенно если кто-то работает за двух человек, за трех человек. То есть закрывает обязанности не одной должности, а нескольких, что, как мы видим из Зина, довольно распространенная история. Каждому хочется иметь достойную оплату за тот труд, который он производит. И, к сожалению, когда вот эта иллюзия и романтизация книжного процесса, книжного дела сталкивается с реальностью, это оказывается травмирующим опытом, как мы видим на опыте, по крайней мере, некоторых авторов. При этом нельзя сказать, что проблема низкой оплаты труда, сокращение количества работников, увеличение должностных обязанностей без увеличения зарплаты, все эти вещи не являются исключительно симптомом или проблемой книжной индустрии. Это проблема, которая встречается во многих других отраслях бизнеса и, в частности, в бюджетной сфере тоже. Но, наверное, именно в нашей отрасли романтизация достигает вот таких вот невиданных масштабов, что человек действительно готов работать за идею и готов работать очень долго и за бесплатно. Это важная проблема, и составительницы сборника прекрасно привлекают внимание читателя к этому вопросу. Продолжая вот эту мысль о том, что какие-то вещи являются не сугубо специфическими для книжной индустрии, это вопрос еще корпоративной культуры. Когда странные начальники, всякие унизительные, мизогинные или связанные с харассментом вещи происходят. Или когда начальник открыто врет своим подчиненным, что он не может им платить больше, хотя все понимают, что это не совсем так. В общем, просто ужасные условия труда, отсутствие корпоративной этики, отсутствие возможности как-то эту корпоративную культуру изменить. Об этом тоже очень много говорится в работах, опубликованных в ЗИНе. В связи с этим, такой сквозной темой становится одиночество, которое преследует работниц книжной индустрии, когда они оказываются один на один с какой-то проблемой, и им очень тяжело, во-первых, осознать, что что-то идет не так, осознать, что проблема не в них самих, а в токсичной культуре, или в неправильно выстроенных отношениях внутри коллектива, или в чем-то таком. Эта изолированность углубляется переработками, отсутствием достаточного количества отдыха, необходимостью работать на нескольких работах для того, чтобы обеспечить себе какой-то минимальный доход для того, чтобы не бедствовать, иметь возможность платить за квартиру, нормально питаться, покупать одежду и так далее. И эта изолированность, возникая однажды, продолжает усугубляться. И здесь, опять же, для меня очень важный момент, связанный именно с Зином. Мы не одни, вы не одни, хочется сказать всем участницам этого сборника, нас много. И чтение Зина показывает, насколько опыт универсален. Да, он индивидуален, но одновременные вещи повторяются у многих людей примерно в одних и тех же словах, они даже это описывают. Поэтому для меня главное следствие этого сборника — это то, что мы не одни. Нас много, и мы своим опытом можем делиться. Те, кто дальше прошли по своему профессиональному пути, могут делиться опытом с теми, кто только-только начинает. А те, кто переходит с одной должности в одном месте на ту же должность в другом месте, могут сравнивать, опять же, что было хорошо там, что было хорошо здесь. Обмен опытом — это то, что делает нас сильнее. Мы все, и мне кажется, что авторы текстов в сборнике тоже, заперты внутри своего индивидуального опыта. И из-за того, что в России, по сути, умер институт профсоюзов, у нас очень мало профессиональных сообществ, внутри которых мы можем делиться вот этим самым опытом. Опыт — это источник нашего обучения. Нужно учиться на ошибках других. Обмен опытом, точнее превращение индивидуального опыта в опыт коллективный — это то, благодаря чему мы можем добиться более комфортных условий внутри книжной индустрии. Добиться более высоких зарплат со временем, конечно же, но, тем не менее, мне кажется, что это невероятно-невероятно важно. Вообще, книжная индустрия очень атомизированная. Каждый живет немножко в своем таком инфопузыре. Почему-то очень много людей со снобизмом относятся к каким-то группам внутри книжного дела. Некоторые главы издательств, например, очень снисходительно относятся к книжным блогерам, высказывая очень странные снобские такие свысока сказанные вещи. Или, например, между владельцами книжных магазинов, где один считает, что, значит, вы независимы, другой считает, что вы не независимы, и тут начинаются какие-то дикие терки. Удивительным образом книжное сообщество, даже не просто индустрия, а вообще все, что вокруг книг, мы ужасно атомизированные. Это тот вывод, к которому я пришла еще, когда слушала в 21-м году школу издательского дела. Были прекрасные лекции, но у меня было ощущение, что мы все, все лекторы, все участники ужасно изолированы и разобщены. В то время как, наоборот, нам было бы здорово объединяться, поддерживать друг друга, делать какие-то общие проекты и так далее, и так далее. Потому что книги-то зачем нужны? Мы просвещаем, точнее, книги просвещают. Книги нужны не только для развлечения, но и для... не знаю, это целая лекция о том, почему книги важны. И у нас в России очень мало читают, на самом деле. У нас мизерные тиражи, у нас довольно мало выходит книг, у нас не то чтобы супер много пишущих людей по сравнению с другими рынками, с книгами на других языках. И было бы замечательно расширять емкость рынка, увеличивать количество читателей, количество писателей, количество издательств и так далее, и так далее. Мы должны объединяться для того, чтобы наполнять жизнь людей книгами, новыми идеями, или старыми, хорошо забытыми идеями, новыми эмоциями, новыми образами и так далее, и так далее. Мы с помощью книг обогащаем жизни людей. Это однозначно. Я думаю, что все, кто меня смотрит, согласятся, что без книг наша жизнь была бы чуть менее насыщенной. И другие формы искусства, они не всегда могут так же нас наполнить, как это делает художественная литература. Например, великая художественная литература. В любом случае, нам бы надо объединяться и делать что-то для того, чтобы делать чтение более популярным, увеличивать количество читателей, увеличивать количество прекрасных книг и так далее, и так далее. Мне кажется, что этот ЗИН — это суперважная веха именно на пути к преодолению атомизации книжного сообщества. Мне кажется, безумно важно выстраивать горизонтальные связи, то есть общаться между собой блогером и редактором. Редактором и, я не знаю, пиарщиком. Нам очень важно интегрировать библиотекарей вообще в наше сообщество для того, чтобы понимать их нужды, понимать, как им удобнее, что в издательском процессе или в блогерском процессе можно улучшить для того, чтобы библиотекарям было проще работать со своими читателями. Возможности для общения, обмена опытом, опять же, придумыванию чего-то совместного и нового, поле возможностей невероятное. Но, к сожалению, этого очень мало. Каждый варится немножко в собственном соку. И, опять же, мне кажется, что ЗИН закладывает первый кирпичик в возможность выстраивания диалога между разными участниками книгоиздательского, или книго-распространительского, книго-продвиженческого процесса. И это невероятно важно. Мне кажется, что для российского книгоиздания это должно быть одной из ключевых целей на будущие несколько лет, десятилетия, может быть, два, пытаться сплотиться. И здесь мы снова переходим к более широкому масштабу. Нам очень важно сформулировать, что нужно изменить, например, в законодательстве Российской Федерации для того, чтобы улучшить положение книжников, улучшить положение книжных магазинов. Есть определенные экономические и юридические инструменты, с помощью которых в разных странах обеспечиваются определенные льготы книгоизданию или книго-распространению, потому что эта отрасль культуры считается социально значимой. Она определенно является социально значимой. Тут никаких вопросов, по-моему, не должно быть. В общем, нам очень важно работать в кооперации, очень важно увеличивать базу читателей, читающих людей. Важно формулировать, что мы можем сделать для того, чтобы в России культура чтения ширилась и множилась. Вчера я была на презентации этого Зина, и все прошло максимально классно. И мне было очень приятно посмотреть и на команду девушек, которые занимались подготовкой всего, и послушать спикеров, которые они пригласили для выступления. И действительно, это очень вдохновляюще. Я совершенно согласна с моей подругой Машей Закрученко, которая сказала, что это действительно веха. То есть это точка невозврата. Мы не вернемся к тому, что было до того, как Зин появился. Определенно. И еще несколько слов именно о том, как написаны тексты. Чувствуется, что женщины, которые писали тексты, не чужды русскому языку. Они прекрасно формулируют свои мысли. Есть откровенно талантливо написанные тексты. Действительно талантливо написанные тексты. Во-первых, тексты разные. Здесь есть и что-то такое более экспериментальное и работающее с образами. Есть что-то более конкретное, такое прозаическое. И у меня такое ощущение, и оно возникло, наверное, еще когда я читала «Девочек институций», что, возможно, некоторые аспекты российской реальности возможно описать только поэтическим языком. Да, здесь нету рифмы, здесь нету ритма, и это все еще проза. Но система образов, которые используются для описания нашей реальности, кажется невероятно поэтической. И действительно какие-то вещи мы можем понять не просто назвав их, потому что наша реальность опошлила и лишила смысла многие термины, которые мы можем использовать для описания реальности. И новый способ познания — это описать реальность радикально по-новому. И поэтический язык прекрасно этому способствует. Тут нужно вспомнить формалистов и прием остранения, например. Возможно, это действительно единственный и самый эффективный способ говорить о российской реальности. Еще я обещала сказать, почему эффект анонимности, мне кажется, здесь очень важным. И мне кажется, что из-за того, что тексты обезличены, то есть мы не знаем ни про какие книжные магазины идет речь, ни про какие издательства идет речь, про каких людей идет речь. В некоторых случаях можно угадать, если ты просто знаком с человеком или был на презентации, например, вчера, можно угадать, о ком идет речь, о каком издательстве идет речь. Может быть, даже можно угадать персонали, о которых идет речь. Но тексты, они вот приведены к такому чистому виду, без деталей, без подробностей, без имен. И за счет этого у читателя, у меня, по крайней мере, было ощущение, что я одновременно лирический герой этих текстов, то есть я сама проживаю все, что они проживают. При этом я понимаю, что я сама могу написать похожий текст, в котором будут какие-то общие мотивы отражены, которые встречаются в текстах авторов этого сборника. И одновременно я понимаю, что я могла бы быть таким же человеком, который этот сборник составлял, редактировал, готовил печати и так далее, и так далее. То есть вот эта множественность идентичностей, человек, который внутри индустрии, и читатель, и человек, который как бы осмысляет эту индустрию немножко со стороны, вот это все одновременно мною испытывалось. Я не знаю, как это иначе еще описать. Я читала не про других людей, я читала про саму себя. Вот такой вот эффект неожиданный от анонимности опубликованных текстов. Я не знаю, как много у меня зрителей, которые работают в книжной индустрии непосредственно. Если вы есть и у меня смотрите, напишите в комментариях, потому что моя книжная рекомендация сейчас — это рекомендация, направленная лично вам. Я не уверена, что эта книга будет интересна максимально широкому читателю, но точно будет интересно читателю, который интересуется вопросами феминизма, женской эмансипации и так далее, и так далее. Но преимущественно это, конечно, тексты, которые ориентированы на женщин, работающих в книжной индустрии, и отчасти, наверное, мужчин, работающих в индустрии тоже. Еще отдельно мне хочется сказать про дизайн и верстку. Зин невероятно комфортно и приятно держать в руках. Мне очень нравятся, как сверстаны тексты. Во-первых, из-за того, что название каждого текста вынесено на отдельную страницу, это как будто выдает пространство каждому тексту в равной степени. Тексты есть побольше, есть поменьше, которые занимают только, может быть, половинку страницы. Есть тексты на несколько страниц, но вот такая вот легкая воздушная верстка, она как будто бы дает пространство для голоса автора, каждого автора. Еще здесь печать двухцветная, здесь используют черные чернила и синие для иллюстрации, для некоторых выделений в текстах. И это очень-очень-очень красиво. Сначала у меня были некоторые сомнения по поводу этого Зина, потому что я не то чтобы человек, который близок к экспериментальности какой-то, к перформансу, к вот таким вот текстам, которые близки к потоку сознания и вообще постмодернизму, постметамодернизму. Поэтому у меня было легкое предубеждение. И мне казалось, что это все слишком будет такое вот неуловимое, слишком мне непонятно, потому что я человек, который очень твердо стоит на земле и который является сторонником таких понятных текстов, там, больших романов, в которых все четко понятно. А вот это вся ваша поэзия и так далее, и так далее. Это все мне остается немножко непонятным. Но Зин меня просто покорил. То есть, несмотря на то, что некоторые тексты действительно соответствуют вот этому образу того, чего я боялась, несмотря на это, содержание откликнулось во мне на тысячу процентов. Именно из-за того, что все содержание непосредственно откликается во мне, потому что я тоже отношу себя к книжной индустрии, и даже в каких-то своих ролях я, ну, непосредственно выступаю в роли редактора, поэтому все-таки это про меня тоже. Материал оказывается знаком, и даже необычная форма местами, она не усложняет узнавание этого материала, проживание, повторного проживания этого материала. И благодаря тому, что материал знаком, я могу оценить, как прекрасно и великолепно в некоторых случаях сделана форма. Для меня это прям очень новый опыт, и я здесь могу только поаплодировать команде, которая готовила Зин, и каждой писательнице, которая написала текст, потому что это действительно великолепно. Я сейчас пытаюсь формулировать, что же самое главное, да, почему мне Зин так понравился. С одной стороны, это в том числе и мой опыт, то есть я прям узнавала себя в какие-то моменты. С другой стороны, это привлечение внимания к актуальным важным проблемам, про которые нам надо говорить внутри индустрии, для того, чтобы постепенно идти к тому, чтобы их решить рано или поздно. С другой стороны, это действительно вот это выстраивание коллективного опыта, возможная площадка для обмена опыта. Это невероятно ценно, это совершенно точно необходимо. На самом деле, я очень благодарна, что в блогерском, ютубовском сообществе у нас сложилось вот такое вот горизонтальное взаимодействие, и у нас как бы есть вот этот коллектив, внутри которого мы друг друга поддерживаем, обмениваемся опытом, какими-то тонкостями работы с разными рекламодателями и так далее, и так далее. Это реально невероятно важно, это супер важно, это супер необходимо. Поэтому вот эта вот коллективность какая-то, которая становится возможной благодаря площадке Зина, и как обещают нам создательницы, благодаря еще и чату общему для работниц книжной индустрии, это невероятно важно. Что еще, да, почему мне так сильно понравилось? Знаете, мне кажется, это момент какой-то видимости. Я прочитала книгу про себя. Я прочитала книгу не только про женщин, которые сейчас работают в индустрии. Я прочитала про женщин, которые раньше работали в индустрии. Я прочитала про женщин, которые будут работать в индустрии. Нынешние студенты, которые студентки, которые потом будут устраиваться в издательство, то есть это конвейер, который из года в год продолжает двигаться вперед. Я прочитала Зин про саму себя. И это невероятно вдохновляет, потому что, опять же, это видимость, ощущение, что вот она я есть, вот она я такая. С другой стороны, это желание возникшее у меня тоже написать что-нибудь для следующего open call, потому что мне тоже есть чем поделиться. И мне очень нравится та свободная форма, которую предполагает Зин. То есть можно вообще в любом формате, в любом виде делать материал. На презентации рассказывали, что предлагали даже, можно написать видео, например, да, и в Зине будет размещен QR-код, чтобы читатель мог посмотреть. Здесь есть какие-то мемы, здесь есть какие-то коллажики. То есть это максимально свободная форма. Мне кажется, что из-за того, что Зин про книжную индустрию, мы все текстацентричны, поэтому такой визуальной составляющей здесь меньше, чем могло бы быть, если бы, например, этот Зин делался для работников какой-то более визуальной индустрии. Но мы работаем с книжками, поэтому мы преимущественно текстацентричны. И в совокупности легкость формата, отсутствие рамок и ограничений, та же самая анонимность позволяют действительно высказываться очень-очень открыто. Еще один термин, который появлялся и на презентации, и в материалах, которые окружают книгу, это уязвимость. Когда мы открыто говорим о своих переживаниях, мы оказываемся очень уязвимы. С одной стороны, когда ты вот так вот раскрываешь душу, в нее легко может кто угодно плюнуть. С другой стороны, именно такая открытость становится откровенностью, становится возможностью понять друг друга на глубочайшем уровне. То есть, если мы общаемся только поверхностно, не открываясь друг к другу, то ни о каком глубоком взаимопонимании речи идти не может. Но здесь, открываясь вот так, вот буквально обнажаясь, обнажая свой опыт, обнажая ужасные вещи, через которые пришлось пройти, или обнажая прекрасные вещи, через которые пришлось пройти, мы устанавливаем какой-то невероятно глубокий и тесный контакт. И, возможно, именно установление такого контакта — это самое ценное, что есть в человеческих отношениях, по крайней мере, мне так кажется. Я не знаю, что еще сказать. Я записываю вам максимально по свежим следам. Я вот только что дочитала, поэтому видео гораздо более сумбурное, чем я могла бы его сделать, если бы готовилась, если бы продумывала, как нужно что сказать. Мне хотелось запечатлеть вот эти непосредственные эмоции. Я очень-очень-очень воодушевлена. Мне кажется, что это действительно некоторое важное событие, и мне очень сильно хочется привлечь к нему внимание. Это уже второй тираж. Первый тираж, я так понимаю, был в марте, и он закончился. У меня книга, соответственно, из второго тиража, который вот вчера тоже закончился на презентации, допродали последние экземпляры. Девушки разослали Зины в независимые книжные по всей России, и в телеграм-канале вы можете посмотреть. Может быть, там есть книжный магазин из вашего города. Но, скорее всего, вот эти 300 экземпляров второго тиража, они тоже очень быстро закончатся. И, скорее всего, нужно будет делать либо еще допечатку, либо в любой момент можно купить электронную копию. Я оставлю ссылочку на то, как это можно сделать. Очень редко происходят такие события, когда ты чувствуешь принадлежность к большому сообществу. Я часто чувствую принадлежность к малому сообществу, да, это там сообщество антиковедов или сообщество книжных блогеров на Ютубе, например. Но вот так вот стать частью большой-большой индустрии, это потрясающе. Ощутить, что вы вместе делаете что-то важное, и что ваш опыт, каким бы он ни был, он ценен, это вау. Эффект невероятный. Я безумно благодарна всем, кто приложил руку к выходу этой книги. И, наверное, это все, что я хотела сегодня сказать. Спасибо, что были сегодня со мной. Пойду переваривать дальше все, что было прочитано, и пытаться осмыслить свои эмоции. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Простите, что я снова надолго пропала. К сожалению, видимо, я не буду вести канал так же регулярно, как я это делала во время учебы. Вот, на сегодня все. Надеюсь, что мы скоро с вами снова встретимся. Вы были на канале Учитающей Катерины. До скорейших встреч. Балет Амике.